В этом месяце мелковито отметила 40-летний юбилей. Сегодня это одна из крупнейших высокотехнологичных и динамично развивающихся молочных компаний Беларуси. Ее продукцию знают почти в 20 странах мира, включая Россию, Казахстан, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты. Правда, после введения санкций поставки на внешние рынки оказались под угрозой. Предприятие столкнулось с трудностями в приобретении импортных упаковочных материалов, позволяющих хранить продукцию длительное время. Основным поставщиком упаковочного материала до 2022 года являлась компания «Тетропак». Завод находится в Лобне и в Сербии. В 2022 году, после введения антироссийских санкций, от которых пострадала и наша страна в том числе, предприятие испытывало определенные трудности в поставке упаковки, но летом этот вопрос решился. Российские компаньоны, нашли способ замены упаковочного материала на аналогичный, который раньше поставлялся зарубежными партнерами. И сейчас наше предприятие не испытывает подобных затруднений в поставке упаковки. Нам поставляют по-прежнему упаковочные системы и сербские поставщики. Кроме того, предприятие провело тендер, испытало огромное количество упаковок заменяющих, которые могут заменить упаковку «Тетропак», нашла партнеров. И сейчас у нас заключен контракт с этими партнерами. Мы ожидаем первую поставку из Китая, китайской упаковки. Успешным этот год стал и для предприятия «Беларусьнефть». По сравнению с 2021 рост добычи около 75 тысяч тонн. Такого прироста с выходом на объем в 1 миллион 800 тысяч в стране не было более 20 лет. В основе успеха применение новых технологий. Работа, связанная с добычей нефти, требует применения новых технологий. И 2021-2022 год был годами, когда мы именно в строительстве новых скважин, заканчивании новых скважин, применяли самые современные технологии мирового уровня. Это дало свой результат. И мы намерены дальше совершенствовать этот процесс и добиваться в нем успеха. Вот основная направленность работы коллектива. Но в целом работа с новыми технологиями будет характерна для всех сфер деятельности нашего коллектива. Поставки оборудования многих видов ведутся производителями Республики Беларусь. Мы уже сформировали эти подходы последние лет 10. Они дали свои результаты. И мы намерены значительную часть оборудования покупать именно в Республике Беларусь для того, чтобы развивать наше предприятие. Вот то, что я говорю, процессы строительства скважин, заканчивания скважин, все это делается сегодня с применением белорусского оборудования. И мы намерены работать так и в последующие годы. Научно-технический центр комбайностроения акционерного общества «Гомсельмаш» ведущее белорусское предприятие по разработке машин для сельского хозяйства. Только в этом году здесь предложили для освоения 5 новинок. В связи с сокращением количества занятых в сельском хозяйстве мы предлагаем потребителю все более производительные машины. Второе направление – это автоматизация тех процессов, которые можно забрать у механизатора для облегчения его работы. в первую очередь ставим системы централизованной смазки для того, чтобы в процессе работы машина сама смазывала те узлы нагруженные, которые испытывают большие нагрузки. Также система автоматического вождения работаем и с белорусскими производителями, и с российскими для того, чтобы можно было функцию управления тоже отдать на автоматику. По словам конструкторов, для того, чтобы успешно конкурировать наша техника, должна быть как минимум не хуже импортных аналогов. Причем ставка делается на белорусские комплектующие. Импортозамещением в Гомеле начали заниматься около 20 лет назад. Мы уже на этапе проектирования отдаем сюда приоритет белорусским товарам, то есть тем комплектующим, которые изготавливаются в Беларуси. И только при их отсутствии применяем импортные комплектующие изделия. Даже если мы применили какое-то импортное комплектующее, то мы параллельно ставили вопрос о том, чтобы освоить его производство либо самим, если это по профилю Гомсельмаша, либо на предприятиях Республики Беларусь. Вот это нам позволило фактически... В момент, когда нам предложили отказаться от международного разделения труда, за которое тут агитировал Запад, что надо полагаться на международную кооперацию, глобализм, значит, все это оказалось, видите, как в этих условиях, красивыми словами. Поэтому мы были подготовлены в основном к санкциям, и нам пришлось поработать по такой сокращенной номенклатуре тех изделий, которые у нас изготавливались по западными предприятиями. У нас есть программа импортозамещения со всеми крупными белорусскими предприятиями. Это плановая работа. Но пришлось несколько, так сказать, ее активизировать для того, чтобы не допустить каких-то отрицательных последствий для производства. По итогам этого года на Гумсельмаше отмечается рост объемов производства сельскохозяйственных машин. Это позволит не только закрыть потребности белорусского рынка, но и увеличить экспорт. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит около 20%. У нас традиционно рынки экспортные – это Россия, это Казахстан, страны ближнего зарубежья. Страны дальнего зарубежья у нас составляли в районе полутора процентов. Поэтому и на традиционном рынке мы и на 2023 год также смотрим. Основным драйвером, конечно, в текущем году это выступила Российская Федерация. Ее удельный вес во всем объеме продаж вырос с 47 до 60%. Мы видим, дальше сохранится эта тенденция, но не менее 60% удельного веса оно будет у нас составлять. Те объемы, которые мы сейчас потеряли по Европе, хотя хорошую работу в 2021 году там провели, мы, в принципе, будем переориентировать на другие страны, в том числе и Африку. По итогам работы за 11 месяцев прирост промышленного производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил на Гомельщине 4,7%. В 2023 этот показатель планируется увеличить еще почти на 4%. Алексей Тюров, Валерий Даниленко, Валерий Гопанько. Новости недели.